как помочь себе на каждом этапе расставания развода в этом видео я буду рассказывать какие вообще существуют этапы при расставании при разводе это этапы проживания горя потери и вы сможете увидеть себя на каждом этапе и помочь себе с этим справиться меня зовут радикова елена я практикующий психолог психолог сексолог если вдруг мы забыли и так выделяют вы наверняка слышали вот основные пять этапов проживания горя выделили утраты да и выделила кублер роз если мне не изменяет память по-моему кублер роз и конечно же да это вот первый этап это отрицание гнев торг депрессия и принятие отрицание длится первые три дня первые шоковые состояния три дня отрицание может длиться до 14 дней это когда вы расстались и вот нет вы не можете этого не может случиться это знаете может это же поскольку проживание потери это все что угодно да это не обязательно про расставание это про смерть это про потерю работы внезапная да это про какие-то катастрофы но вот мы сейчас будем говорить именно про расставание развод и первое это отрицание нет этого не может произойти такого не могло быть сейчас быстренько пробегусь а потом буду подробно же рассказывать гнев это первые он длится первые вот полтора два месяца до 6 и здесь важно знать почему до до 6 не всегда вот эти этапы они идут по порядку отрицание гнев торг депрессия принятия она вот знаете вот так может быть что сначала отрицание потом у меня торг идет ну блин что еще можно сделать давай все поверстаем обратно вот если бы я если бы потом гнев потом опять торг потом гнев потом депрессия гнев ну то есть это вот так да но уйдет не обычно не по порядку друг за другом но условно если да вот мы берем то гнев этого до 6 месяцев торг это тоже до 6 месяцев депрессия уже наступает как правило спустя полгода до года она идет от спустя два месяца до 6 до года то есть там зависимости да какое было расставание ну и принятие наступает как раз спустя вот 6 месяцев до 1-2 лет ну и давайте по порядку путь проживания горе как я сказала да он может быть неравномерным горючие могут перескакивать возвращаться назад и первое да вот такой шок отрицание и здесь важно признать о том что да я вот одинокая женщина чтобы быстрее мы растали чтобы быстрее найти опору под ногами обрести ее важно на стадии отрицания признать что со мной случилось я вот помню как я прорабатывала развод свой первое что так все я одинокая женщина я могу опираться на себя я должна нести ответственность теперь сама это очень сильно отрезвляет от этих всех это тоже очень важно это будет но еще очень важно здесь все там я чтобы собраться в первое время это вот очень важно признать второй этап это гнев и здесь совершенно нормально злиться к вашему партнеру психовать очень важность отказаться от идеализации что он такой идеальный он такой хороший он такой тут у тут у тут у здесь очень важно чтобы сепарироваться от партнера чтобы от него делиться что окей вот есть я и вот есть ты мы все мы не пара мы не вместе мы не так очень важно вытаскивать этот гнев и себя и у тех людей у кого были хорошие отношения часто бывает очень сложно вытащить этот гнев но все же было хорошо а ты же был нормально уже такой классный и суперский и здесь прям вот записывайте есть техника которая называется больше никогда не больше никогда не и и вы прямо выписываете вот 50 пунктов вначале скорее всего будет из вас слиться все хорошее больше никогда не будет поцелуев при луне условно больше никогда не будет завтраков по воскресенье больше никогда не будет кофе в постель больше никогда я с ним не пойду в театр больше никогда не а потом будет вылезать больше никогда я не буду оставаться по вечерам одна чувствую себя отверженным больше никогда мне не будут меня не будут обзывать больше никогда мне не придется и так далее и так далее больше никогда я не буду беситься там потому что меня вот как-то так называют и выписываете а там скорее всего пойдет 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 больше никогда не буду чувствовать себя виноватой в этих отношениях больше никогда не буду чувствовать себя жертвой в этих отношениях тирана все что угодно а это первая техника также есть классные техники по письмо гнева и другие об этом я прям подробно подробно рассказываю на вебинаре которые можно приобрести в записи и для вас он со скидкой для всех участников 10 процентной скидкой по промо кода расставания может написать мне в telegram в instagram в директ и получить приобрести со скидкой вебинар до двух часов вебинар как пережить расставание он очень практические я там даю техники 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 чтобы помочь вам вот себя мобилизовать вне зависимости на какой вы стадии расставания поэтому ссылочка будет внизу в описании следующий это торг до когда у нас начинается торг а это вот моменты когда мы начинаем искать виноватого в том числе мы начинаем думать как мы можем что-то изменить вот если бы я вот это делала бы если это бы не делало этого ничего не случилось мы начинаем чувствовать искать виноватого да нет это ты виновата если бы ты по-другому бы себя вел нету я Да, виновата, если бы я по-другому не пилила ему мозг, то было бы все по-другому. И на этом этапе очень важно разделить ответственность. Вот это твоя ответственность за то, что ты вот это сделал, а вот это моя ответственность за то, что я вот это сделал. Может быть, это чему-то позволяло быть в начале отношений, что потом развилось во что-то большее. Что сейчас я ни в коем случае уже не допущу. Очень важно здесь не впадать в такую жертву, что все, я изменила, теперь я во всем виновата, теперь я всю жизнь в жизни нахожусь в такой жертве. И на вебинаре мы как раз работаем с чувством вины, я даю техники, как вот сбросить эту вину. Поэтому, да, вот здесь я виновата, вот здесь ты виновата. Это также необходимо, чтобы потом в дальнейшем не нести вот эту жертвенность, чувство вины, либо чувство обвинения в новые отношения, чтобы прожить эти расставания. Следующий, да, вот четвертый этап, это депрессия. Это тогда, когда вы страдаете, это период боли, это период, когда у вас там все просто пепелит, вам плохо, вы осознали, что ага, вот все, уже никуда не деться. Это правда, реальность вступила в свои права, мы действительно расстались, уже ничего нельзя поменять. Вы понимаете, что все, действительно, отношения закончились, и вы вот страдаете, вам больно от вот этой потери осознания, что вы действительно потеряли. И здесь совершенно нормально, когда вам хочется скрыться, ни с кем не общаться, уйти в свою берлогу, плакать, есть мороженое, да. И это тоже нормально, дайте себе это время, но главное, тоже в этом не застревайте. И здесь важно о том, что так будет не всегда. Знаете, вот эта фраза, которая мне самой помогла, так будет не всегда. Главное, чтобы, да, я сказала, чтобы вы не застряли на этом этапе, в этом депрессивном эпизоде. И вот еще раз, да, вот такой эпизод, он может длиться начиная с 3-6 месяцев до года. Поэтому, да, тоже следите, если вы понимаете, что вы застряли, возможно, в такой депрессии, в горевании, прошло больше года уже, а вы все еще, да, вот депрессии, вам все еще там очень сильно больно, не просто где-то что-то царапается, да. У вас это нормально, когда, знаете, у нас царапается, там, первый год, как мы расстались, вот первая годовщина свадьбы, первый день рождения, вот первые года, первый год, первое что-то, это нормально, когда нас царапает. Но если вам больно еще долго, то обратите внимание, что, возможно, у вас затянувшееся горе, и с этим можно работать. Приходите ко мне на вебинар. И последняя стадия, это принятие, когда вот мы отгоревали, мы позлились, мы разделили ответственность, осознали, и в конце начинается принятие, мы понимаем, что жизнь продолжается, что я теперь, я уже не боюсь, что все, я больше никого никогда не встречу, что нет, да, я хожу с девчонками, я с кем-то начинаю знакомиться, жизнь, она продолжается, птички поют вокруг, мне хочется эту жизнь, жить, я уже, да, не сыплю голову пеплом. Очень важно найти новые ресурсы, чтобы также перестать, чтобы ваша самооценка, она не была на отношениях зациклена, чтобы вы не самоопределялись через отношения. Вот у меня есть отношения, значит, все хорошо, я молодец, у меня нет отношений, значит, я ужасная какая-то, со мной что-то все не в порядке. И найти в этот момент также, я, знаете, так добавлю, что часто как-то расстаются, это всегда, да, всегда бьет по самооценке, и в этот момент женщины начинают себе говорить, что я там недостаточно женственная, недостаточно красивая, недостаточно умная, недостаточно интересная, недостаточно. Вот, конечно же, очень важно в этот момент очень сильно поддерживать себя, чтобы не скатываться там с терапевтом, с кем угодно, чтобы не чувствовать себя недостойной ну и конечно же очень важно в этот момент находить ресурсы друзья находить особенно знать самом начале когда вы расстались там когда первые два месяца можно полностью я рекомендую не с не общаться с этом один месяц вашим бывшим партнером если это возможно чтобы сепарироваться от него очень важно создавать свой круг общения с кем вот есть только вы для того чтобы вы могли прожить расставание вот жду вас на вебинаре 2 часа продолжительность дохрена просто классной информации чтобы помочь себе пережить расставание либо помочь себе тоже в если бы инициатор отношений о том как выйти из отношений и не чувствовать вину потому что это запись вебинар и на вебинаре было много именно инициатор так что приходите ссылочка в описании ну и разумеется подписывайтесь на канал ставьте лайки и комментарии колокольчик чтобы не пропустить новое видео и до следующего до следующего видео пока пока